Здесь металл льется рекой и миллион тонн стали в год, дает Абинский электрометаллургический завод. Один из самых успешных реализованных инвестиционных проектов в крае, стоимостью больше 10 миллиардов рублей. Запустив в прошлом году вторую очередь завода, установив первый в стране скоростной стан, Абинчане с размахом отпраздновали прошедший день Металлурга. Сегодня достигли производства 30 плавок в сутки, как раз перед днём Металлурга поставили рекорд для себя. И стабильно уже работаем на этих параметрах. Это сегодня среди заказчиков продукции завода даже компания, строящая комплекс Москва-Сити. В виде налогов от предприятия в бюджет края в этом году поступит уже около 8 миллиардов рублей. А 7 лет назад здесь не было ничего, просто поле. В нашей степной зоне совершенно никто даже не мог предположить. Никакого решения политбюро не было по его заводу, никаких указов президента или законов. Он просто сам захотел, сам вложил в свою жизнь, положил, в хорошем смысле этого слова, и всё, что было, всё из команды достал на стол – это риски. Конечно, любой бизнес, любая новая производство – это риски, но тот, кто не рискует, мы как прекрасно понимаем. Потом, так сказать, без рисков не бывает и реализации цели. Это производство, уникальное производство, которого, в общем-то, в России нет. Проект, конечно, даёт огромное количество рабочих мест, более 2 тысяч, а в ближайшем перспективе до 5 тысяч. И, конечно, и налоговая составляющая, и для региона, для района прежде всего. Это серьёзное подспорье. И, конечно, я хочу поблагодарить пользу случаям Ивановича Демченко о том, что это и школа, это детский сад, развитие спорта. Я призываю вас всех быть социально ориентированными и абсолютно быть ответственными за судьбу, за сегодняшний и завтрашний день развития нашего края. Абинский завод – отличный пример и повод задуматься для тех, кто ещё мыслит категорией «Кубань регион – аграрный и туристический». Как доказательство обратного – встреча губернатора с руководителями крупнейших промышленных предприятий края. Сегодня в крае 6 тысяч промышленных предприятий, а ведь может быть в разы больше. Ни одной из ключевых задач, которую мы ставим в первую очередь перед собой, перед Министерством промышленности Краснодарского края, это конкурентная способность наших предприятий, это качество выпускаемой продукции, это сбытовые сервисы, которые сегодня у нас должны появиться, это себестоимость, все эти мероприятия, безусловно. Мы нацеливаем на работу ВТО, то, что нам ещё предстоит пройти в ближайший год. Площадку для бизнеса с подведённой инфраструктурой край готов предоставить. Успешные примеры уже есть в Армавире, Краснодаре, Обширонске, в Крымском районе. Крупный деревообрабатывающий кластер уже закладывается в Обширонском районе. Плиты МДФ под маркой «Произведено на Кубани» скоро станут серьёзным конкурентом для иностранных поставщиков сырья. Конечно, мы хотим серьёзно потеснить, благодаря качеству продукции, потому что обычно это делается из осины. У нас же это будет делаться на как минимум 60% из твёрдого древесины. То есть мы хотим потеснить ещё наших украинских коллег с нашего рынка мебельщикам и существующим, и потенциальным. Это даст возможность быть обеспечены основным сырьём, и это плиты МДФ на сегодняшний день – это одно из основных видов сырья. На краевом уровне мы готовы поддерживать, мы готовы стимулировать достаточно высокоэкономичные производства, и крупные, и средние. Мы готовы поддерживать развитие, особенно новые инновационные подходы. У нас есть все возможности, мы серьёзно рассматриваем предложения по развитию подобных проектов под Краснодаром, под Армавиром. И считаю, что это наше будущее. В том числе сможете принять участие в реализации этих проектов. При условии развития промышленности валовый региональный продукт в регионе к 2020 году вырастет вдвое. А это уже совсем другой бюджет, говорят эксперты. А значит, и совсем другой, в хорошем смысле этого слова, регион. Яна Москаленко, Александр Иванченко, Евгений Вольский, 9 канал, Абинский район.